меня зовут настя и я хотела рассказать вам о своей истории потому что в последнее время мне очень страшно последние три года происходит что-то невероятно непонятное все началось с того когда я со своими друзьями любила ходить по заброшенным зданиям мне было всего 16 лет мы искали вечно какие-то места забыть новые места мы были новые открывателями заброшенных мест и однажды мы услышали о таком месте закрытой школе она находилась за городом и по слухам утром туда двери были закрыты а ночью двери туда открывались ну естественно мы любители были риска и страха и мы решили пойти ночью утром даже не проверяли что там когда мы пришли ночью на наше удивление двери все-таки были открыты но мы слались на бомжей и на алкашей которые просто там живут скорее всего но мы ошибались я никогда в жизни так больше не ошибалась зайдя внутрь дверь за нами резко захлопнулась мы не придали этому никакого значения и мой друг сказал мне с насмешкой что видимо нам придется играть по их правилам я посмотрела на него он посмотрел на меня мы просто рассмеялись мы долго смеялись но видимо зря потом мы пошли вдоль коридора по школе и мы видели учителей и учеников этой школы они появлялись резко исчезали снова появлялись и исчезали и так было бесконечно и тогда стало страшно мне сложно вспоминать все события потому что я мало что помню но я помню как мы бежали от страха назад к двери но дверь была заперта мы не смогли ее открыть окна были все закрыты и учеников учителей было настолько много что мы просто побежали наверх мы побежали на третий этаж побежали по кабинетам в первом втором кабинете ничего не было там была просто пустота негде спрятаться и мы забежали на в третий кабинет когда мы зашли в третью комнату просто я была шокирована увидишь то что головы учителей и учеников этих висят отрубленные головы висят просто на потолке но этот момент мы видели очень быстро потому что когда мы моргнули они резко исчезли мы повернулись двери чтобы выйти из этого кабинета но она также резко захлопнулась так также какие когда мы заходили мы не знали что мне делать и мы услышали скрип обернулись к доске и в прямом смысле мел просто парил в воздухе возле нее и царапал на нем вам здесь не место после этого мы услышали дикий крик где-то на втором этаже он скорее всего раздался я точно не знаю но у моего друга началась паника он пытался разбить окно чтобы как-то выбраться с этого ужасного места но неведанная сила какая-то просто толкнула его с такой силой что он с грохотом ударился стенку я же стояла на месте не могла не сделать ни шагу не пошевелиться и обернувшись я увидела как парит кол я вижу что он движется в мою сторону я не знала что мне делать я не могла не пошевелиться ни влево ни вправо с очень трудной силой я просто присела и он пролетел мимо меня как в этот момент друг подбежал ко мне взял меня за руку убежали мы бежали хотели убежать к выходу мы выломали двери и когда мы выбежали в коридор там их было столько много учеников и учителей они смотрели все на нас такой злобы как будто не знаю как будто мы их убили как будто мы им причинили больно это не так но нам уже было все равно мы пытались просто убежать и выбраться с этого места главное чтобы нас больше никто не трогал нам было настолько страшно ну мы не успели мы бежали и просто я помню последние это боль по голове что-то прилетело очень сильное потом я просто уже проснулась очнулась и возле школы я не понимала где я что со мной произошло и не знала где мой друг но открыв глаза я увидела что он лежит рядом со мной мне стало так легко после этого мы просто встали пошли домой просто пошли домой никому не рассказывали об этой истории и хотели забыть ее но у нас не получалось и через год мой друг умер его убили не нашли тех кто его убил какой-то непонятной смертью я ходила к нему на похороны и после того как возвращалась домой после того как мы похоронили его я на своем доме на связь не увидела что написано кровью что я следующий три года меня уже никто не трогает но я живу в вечном страхе мне кажется вечно что за мной кто-то следит и пытается меня убить или что-то еще я не знаю что мне делать я устала и просто устала от этого жить в вечном страхе у меня это не жить это вызывать я не живу я не знаю как это назвать я устала я это видео решила записать для того чтобы вы понимали почему я так поступаю почему я больше не могу я просто устала я решила что лучше сама себя убью чем это сделать кто-то другой потому что за самый большой мой страх просто хотела сказать не лезьте никогда в то куда вы не должны лезть собрать и 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